Всем привет! Вы на канале Secure UA. Сегодня мы поговорим с вами об одной из самых продаваемых моделей IP-камер Uniview. Поговорим о ее плюсах-минусах. Погнали! Итак, давайте остановимся подробнее на технических характеристиках и особенностях этой камеры. Ну, во-первых, я думаю, вы все уже заметили, что камера выполнена в так называемом цилиндрическом корпусе. И кронштейн ее может вращаться в трех осях. Здесь это заметно. Она достаточно удобна в установке. Камера выполнена. Корпус ее металлический и с классом пыли-влагозащищенности IP67, что позволяет легко использовать ее на улице. Влаги и пыли она не боится. Камера оснащена 4-мегапиксельным сенсором, что в сочетании с объективом-фокусным расстоянием 4 мм позволяет ей покрыть на практике горизонтальный угол обзора 80 градусов. При этом она позволяет детектировать объекты на расстоянии до 90 метров. Из интересных функциональных особенностей, что она может еще? Во-первых, она оборудована POE-бордом. То есть вы можете ее запитать по технологии POE. Не нужен дополнительный блок питания. Но, кроме того, есть возможность подключения 12-вольтового блока питания. Отдельный разъем, который также по месту позволяет запитать камеру. Камера оборудована SMART-эк-подсветкой до 30 метров. Что значит SMART? Если в сцене появляются объекты на переднем плане, чтобы она сама себя не слепила переотражением своей МК-подсветки, она регулирует ее мощность. Для кодирования видео камера использует кодек ULTRA-H265. Это собственная разработка UniU, которая значительно позволяет сжать поток видео и сэкономить архив, необходимый для его хранения. Из интересных программных функций, которые поддерживает эта камера, хотелось бы остановиться на нескольких. Первый — это четырехзонный детектор движения. Вы настраиваете этот детектор таким образом, рисуете зоны в интересующих вас местах и получаете отметки в архиве именно по ним, когда что-то происходит в этих зонах. Также четырехзонный есть функционал по маскам приватности. Что это значит? Вы можете у себя в кадре четыре зоны затемнить. Грубо говоря, снимается картинка видео, и информация визуальная с этих зон, которые вы нарисовали, не передается. Камеру UniView, не конкретно эта модель, а в принципе почти все, поддерживают три потока видео. Основной, вторичный и третичный. Они отличаются по величине разрешения, который каждый может поддерживать. Для чего нужно именно три потока, где они могут использоваться. Первичный поток — основной. Он пишет максимальное разрешение, максимальное количество кадров в секунду, возможное для данной камеры, ну, либо для другой модели. Вторичный — ограниченное максимальное разрешение, оно меньше основного. Как правило, это один мегапиксель. Если здесь у меня в руках камера четыре мегапикселя, вторичный поток у нее максимум записывается в одном мегапикселе. И третичный поток, еще меньше разрешения, разрешение D1. Для чего нужны три потока, чтобы вы в зависимости от того, в какой сети используете этот поток, выбирали тот, который лучше туда подходит. Скажем так, в локальной сети видеонаблюдения, если вы построили себя на объекте, используется, как правило, основной поток, который пишет в максимальном разрешении, вы получаете полностью всю информацию, которую камера может записать. Если вы используете поток видео при работе удаленной с мобильных, допустим, устройств, которые используют сеть передачи 4G и у вас там ограниченный какой-то лимит трафика, вам не всегда нужно смотреть в максимальном разрешении картинку, чтобы понять какие-то основные происходящие на объекте моменты. То есть, чтобы увидеть, что на объекте, дома, в квартире, в офисе все спокойно, все занимаются своими делами, вам достаточно потока с низким разрешением и общей информации о происходящем. Также из общих фишечек для IP-видеокамер Uniview для всей линейки это встроенная грозозащита 2 кВ, которая позволяет камере пережить скачки напряжения в сети и комфортненько себя чувствовать. И сейчас поговорим о дополнительных аксессуарах к этой модели и для чего они могут использоваться. Первый, наиболее ходовой товар, который с этой камерой может быть интересен и полезен, это коммутационная коробка. Для чего она нужна? Вы видите, что камера оснащена таким вот кабельным шнурком, который при монтаже достаточно сложно, невозможно спрятать в основании самой камеры. То есть эта коробка необходима для того, чтобы в нее смонтировать провода, вот так вот прикрепить камеру, провод прячется внутрь коробки и у вас выходит аккуратный, симпатичный монтаж, профессиональный. ДОП аксессуаром к этой коробке является вот у меня на столе такой симпатичный гермовод, то есть чтобы, если на улице устанавливаете не под козырьком, на каком-то открытом пространстве, чтобы влага не попадала в камеру через боковой ввод кабеля, если его открываете, если у вас есть такая необходимость, используется этот гермовод. И третий аксессуар, о котором хотел бы сегодня рассказать, это столбовое крепление. В комплекте с ним идут хомута, которые вставляются в пазы и до нужного вам диаметра вы, собственно, стягиваете и монтируете на стол, там, где вы хотите повесить камеру. Этот комплект аксессуаров подходит к любым камерам Uniview данного форм-фактора. Сегодня мы говорили с вами о 4-мегапиксельной модели, в таком же корпусе модели могут быть и 2-мегапиксельные, и 3-мегапиксельные, могут быть модели с поддержкой Wi-Fi. Роль играет, по сути, монтажная площадка, которая оборудована камерой. Лично мне эта камера нравится своим сочетанием функционала и цены. За базовый кост вы получаете 4-мегапиксельную матрицу, которая дает вам хорошую детализацию картинки, вы получаете технологию POE, вы получаете сжатие Ultra 265, которое позволяет оцифровать поток видео в небольшие объемы данных. За камерой приходите на сайт Secure.ua, описание внизу под видео. Спасибо за внимание, с вами была компания Secure.ua, я Андрей Евдокимов, встретимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok